Зелёному гиганту дают отпор. В Щёлковском районе приступили к уничтожению борщевика, сорного растения, оккупировавшего огромной территории от обочин дорог до полей и опушек леса. В селе Петровское Огодневского поселения за день химическими и механическими способами очистили порядка 30 гектаров. Одиночные растения дезинфекторы уничтожали вручную. Распыление проводили гербицидами, спрут-экстра и торнадо селективного действия. Их создали учёные на основе калины соли. У нас в поле работает трактор, он механическим путём всё это дело срезает. Потом выходят дезинфекторы с мотоопрыскователями, со специальными препаратами, с гербицидами на основе глифосата. То есть препараты в третий класс опасности максимально безопасны для культурных растений, для плодово-ягодных растений. То есть оказывают воздействие только на сам борщевик. Борщевик поддаётся уничтожению, пока на его гигантских зонтиках не созрели семена. Если они попадут в почву, то 100% жди всхода в будущее весной. Сейчас сорняк вступил в активную фазу цветения. В этом году будет обработано 600 гектар площади, засорённой борщевиком. Оставшиеся 600 гектар будут введены все в оборот путём предоставления этих земель инвестору под строительство козьей фермы, соглашение с которой было заключено нашим губернатором Андреем Юрьевичем Городьевым. Соглашение о строительстве крупного комплекса по переработке молока во Фрянове было подписано на инвестиционном форуме «Сочи-2018» в феврале. Открыть ферму планируют в третьем квартале будущего года. Новому хозяину соседство с борщевиком крайне нежелательно. На борьбу с сорным гигантом из бюджета Московской области выделены субвенции в размере 8,4 миллиона рублей. Масштабные работы запланировано провести в городском поселении Фрянова. Там семенами борщевика заражено свыше 300 гектаров. Михаил Налётов, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».